Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в Fallout New Vegas и как вы видите я сейчас просто получаю огромное количество предметов ну в общем все те предметы, которые были у меня до путешествия в Сьерра Мадре да, вот это вот то убежище, из которого я вышел вот здесь как раз на выходе, из этого сундука якобы, да, мне в инвентарь сразу попали все мои вещи я безумно-безумно перегружен поэтому сейчас я нажму на паузу оставлю здесь часть вещей, пойду попродаю все что смогу собственно у нас сколько-то, я не помню уже сколько но сколько-то есть золотых слитков давайте глянем в разном по-моему они, если я не ошибаюсь давайте посмотрим золотые запись 7 золотых слитков на 73 тысячи якобы крышек получится ну посмотрим посмотрим сейчас у меня 3000 от силы, да но у меня есть еще фишки от казино за которые я могу там что-нибудь купить например те же ремонтные наборы оружейника, да, ну или что-нибудь другое вот, и есть еще огромное количество давайте тоже глянем сколько до военных денег до военных денег 12 тысяч 900 каждая из которых стоит по 10 монет якобы то есть это на 129 тысяч ну практически на 130 тысяч но это с учетом вкачанного бартера и красноречия если я не ошибаюсь вот, ну посмотрим сейчас я просто оставлю часть вещей попродаюсь посмотрим сколько денег у меня получится да, сейчас я напомню у меня 3000 крышек и вернусь к вам и мы начнем прохождение сегодня DLC Honest Hearts это чистые сердца или как на русском я что-то не помню но посмотрим так что пока что я нажимаю на паузу так, хожу я тут, значит, продаю все эти вещи сходил, продал у оружейников сходил, продал у чета в Гуд Спрингс и продал я только тот хлам который я набрал в Дэдмане и один слиток из семи, по-моему, да и встретил я тут нашу Веру и давайте пообщаемся с ней расскажем, что нам удалось найти Элайжу где? о, подожди, я имею в виду я, я, я подумала я не знаю, что я думала, что может по-каковать ему но у тебя не есть это не свои новости экспрессия на твоего лица хвидан ли? где? не важно он умер, когда мы все переброшили в Худжком Я не ожидал, чтобы его снова увидел. Никто не увидел. Ты сказал что-то, когда ты встретил его? Что-то... Что-то... Что-то в любом случае? Что ты делаешь? Потому что я правильно говорил о плохих новостях, да? Так же, как Элдер Мактамера всегда дал мне, когда я был на промышлении. Хорошо. Я буду смотреть. Это было... Это было сложно смотреть. Вот о чём-то тебе говорит. Что интересно, я показывал. Не важно. Прошло все шума. Все, что было до конца, было до конца. Извините. Я чувствую немного отсюда. Говорит немного. О! Я думаю, что он мне оставил подарок. Может быть, я могу использовать его лучше, чем он сделал. Такин на 150 и дает 25% шанс повалить врага на землю. Блин, как круто! Оказалось-то. Помощь песца. Так. У меня есть платье. По идее. Давай обменяемся экипировкой. По-моему, вот так вот можно просто взять и отдать тебе наряд Веры. Вот. И... Нет. Или я ей один наряд Веры отдал, у меня как раз их было два. Что? Нет. Что-то... Что-то непонятное. А сколько у тебя еще хлама разного? Ничего себе. Блин, реально тут все не продать просто-напросто. Давайте с ней еще разок попробуем поговорить. Да, зайдем за сувенирами, конечно. Так. Есть вопросы. Расскажи о братстве, о хаосе. Ладно, ничего. Поговорим о твоей. Это к тебе вопросы. Расскажи мне о себе. Кое-что и давай... Хм. Ну, видимо, я ей уже отдал платье, что ли. Стоп. Платье. Да, 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 да. Девушка серьезная. Так, расскажи мне... Нет. Хм. Видимо, нет. Ну, у меня вроде было два значения. Я одно, по идее, отдал ей. Окей. Ну, она получила новую способность, да. Давайте я сейчас... Тут кто-то... Дорогой. Мишель. Мишель. Покажи мне, что у тебя есть на продажу. 800 крышек. Ну, что ж такое. Я уже не знаю, что мне брать. Куда мне сливать все эти деньги. Патроны, патроны, свинина с бобами. Блин, я-то надеялся реально тут что-то... Ну, получить реально больше денег. Давайте вон там еще караванчики есть. Давайте, может, попробуем караванчиком продать. Один слиток 8000 стоит. Мне бы хотелось... Да, да, да. О, 6000. Это уже хоть что-то. Это... Да. Бартер речь харизма. Сколько весят? Весят два. Ах. Продать его. К чертям. Так. Помощь разная. И где тут, значит, у нас... 8500 стоит. Да. Ну, потому что у меня бартер там недокаченный. Можно было бы еще журнальчик там... Заюзать. Бла-бла-бла. Можно было все это подтянуть. Там... Получить больше с этого денег. Но куда-куда больше. Я просто не знаю, куда мне эти бабки девать. Мммм... Вот это вот интересно. Увеличивает боекомплект на 24. Я же не продал трехлучевую. Оу... Йес. Вот это вот интересная штучка. Так. Грязная вода. Катаны. Так. Импульсная граната. Ничего. Хорошие вещи продает. Как для караванщика на самом деле. Так. Медикс. Для карабина. Бейсбольная бита. Очищенная вода. Патрон. 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 Я хотел еще купить. Немного. Так. Психа. Перчатка. Скотч. Стимулятор. Супер. Нет. Супер стимулятора нету. Трехлучевая. А. Она еще и продает трехлучевую винтовку. Хитро. Ядерный выстрел. Большой парень. Это конечно забавно. Я уже таких парочку купил у оружейников. Ну ладно. Мы вот так на этом закончим. Я думаю пока что не надо мне покупать ядерный выстрел. Большой парень. 22 тысячи у меня есть. Еще есть 5 слитков. И еще целая просто пачка на миллион можно сказать довоенных денег. Так. Медицинская клиника. В медицинской клинике мне должны были еще вставить еще один имплантанчик. Поэтому я быстренько, быстренько сейчас наведаюсь в медицинскую клинику. Мы вставим себе имплантанты. Очередь. Привет. Усанаги. Покажи что у тебя есть на продажу. Может. Люди общения. Вантус. Может вантусов у нее накупить. Ммм. Так. Скальпель. Стимулятор. Супер стимулятор. Давайте наберем. Они ничего не весят. И может быть пригодятся чудо-клея. Нет. Чудо-клея мне не надо. Хорошо. Так. Я вернусь. Я вернусь. Смотрите. Мы можем... Покажи еще разок. Что у тебя есть. 3600. Банка токсичных осадков. На тебя. Эмм. Гаечный ключ. Так. 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 Довоенные деньги. Эм. Не знаю. Сколько там надо. Эм. Слишком много отдал. Давайте вот так. Эм. По идее, да, если они по 10, в районе 10, это слишком много. О! Ну, хорошо, меня устраивает такой вариант. Я хочу купить имплантант. Отлично, мне еще один можно вставить. Можно повысить себе харизму, интеллект или получить регенерацию. Я хочу, наверное, получить регенерацию, потому что интеллекта мне, в принципе, хватает. Харизму тоже, в принципе. И эффект, similar to that of some lizards and sea creatures. Имплантант очень... Очень дорогой, в общем. Так, хорошо. Может, еще один вставит? Ставь мне еще, пожалуйста. Так, я хочу купить имплантант. Все, больше имплантантов не выдержать. Ну и хорошо, не то. Уже хоть что-то. Так, давайте, значит, я теперь улучшу. Я, получается, у оружейников, у меня был толстяк, да, мы его получили, где-то купили, я уже не помню, или нашли. Нашли, нашли на горе Black. И я купил к нему модификацию у оружейников. Детский набор толстяка, который уменьшает вес в половину. То есть, так он 30 весит, теперь на 15 меньше. Так, трехлучевая лазерная винтовка. Мне она очень нравится. Я продал эту Галла винтовку, потому что, ну, она как-то меня не особо впечатлила. Мне все-таки вот эти вот винтовка Гаусса, вот эта вот пушка, короче, такая ужасная. И трехлучевая мне куда больше нравится. Подстава. Подстава нам нужна исключительно. Ладно. Я, в принципе, не против. Можно пойти вернуться. Ну, хорошо, сейчас я просто пойду вернусь, куплю, если получится, да, если получится. Может быть, пока я хожу, брожу, ассортимент у оружейников поменяется, и я смогу еще им что-нибудь продать. Было бы очень хорошо. Блин, нету караванщиков. Караванщики, где же вы? Куда же вы пошли? Где же вы, ребята, когда вы так надо? Блин. Надо трехлучевую винтовку купить. Ой, я упал. Трехлучевую винтовку купить. Охранник оружейников. Александр. Оружие, мне кажется, тебе достаточно... Интересно, взгляни. Четыре тысячи. Так, интересно. Боевая винтовка. Гвозди. Можно гвоздемет какой-то сделать, да, наверное? Так, гранатометный выстрел, дробовик караванщика, однозарядный, оптический для хоть ничего винтовки. Патронов. Блин, сколько же у него патронов-то на самом деле, а? Патроны, патроны, пистолет. Ну, можно сюда как минимум еще продать один слиток. Ну, ладно. Раз караванщики ушли... Почему мне пора? Вот что я хотел сказать. Раз караванщики ушли, то мы тогда все же, наверное, не будем задерживаться здесь долго. И так я, в принципе, много времени потратил, покупая и продавая разных лам. Поехали к следующему DLC. Нам нужно пробраться, да, через северный проход в новую локацию. И DLC будет про индейцев, как я помню. И давайте глянем... Нам нужно куда-то вот туда идти. Вон, в принципе, маркер видно. Где-то там в горах будет проход, или вот там вот, да, даже. И... Начнется новая DLC. Honest Hearts. Столько локаций, которые я еще здесь не посетил. Нам что-то как-то не особо хочется. Если честно, хочется уже пройти все DLC и начать какую-то новую игру. Мы уже сколько? Годовщина. Годовщину, по-моему, я уже праздновал. Let's play Fallout, да? Но он у нас сильно затянулся надолго, поэтому... Не страшно. Так. Где-то... Вот он, проход. Северный. Поехали. Я надеюсь, у меня вещи опять не отберут все полностью. Давайте я возьму оружие какое-то в руки, а то я хоть броню одел вообще. Еще надо тоже посмотреть костюмы. Нет, силовой шлем и силовая броня. И... Давайте вот... Или гауссовую. Тоже хорошее. Сохраняемся. И поехали! Какой-то, парень. Слушал мою небольшую распространение, а ты? Да. Ты видишь, как ты. Погоди на минуту, я тебя認識. Да. Ты Алис Маклафердис Райзен Стар, не ты? Ты уверен, что ты хочешь быть здесь? Маклафердис Нанкомпицца довольно риджид. За Йон, мы уже идем. Да, поехали. Так вот, да? Ты умер, я тебе это. Ты уверен, что хочешь прыгать в льд? Нет вопросов о том, где мы идем или почему. Мы оба готовы, вперед. Нет, расскажи мне Караванная компания и счастливые тропы. Так, Караван следует Zoe, на что ты можешь рассказать мне о нем? Ну, я никогда не был внутри, в myself. Я сделал Error ноутбука с Нанкоманами из их миссии там. Но это все было в спины. Все старые дороги, которые были сборки после войны. Но мы сами нашли, то есть и место void, которые Нанкоманами используют. Это наш путь. И это почему я хотел кого-то с пип-бойом на караване. Мапа будет полезна для проверки топографии, и держа нас на трейл. Я уверен, что вы. Но мы только есть место для одного... Что-то новое. Путешествие в одиночестве. Нести при этом не больше 75 фунтов. А вот это беда. Винтовка Гаусса 7. Силовая... Хотя, смотрите. Я, наверное, силовую броню. Значит, беру это 57 и... Ага. У меня там куча хлама. Блин, а где могу это тут у вас оставить? Транспортированные вещи компании Счастливые Тропы. Могу я тут у вас оставить все эти вещи? Ребята, как вы думаете? Верка, прости. Прости-прощай. Как мне с тобой пообщаться, наверное, да? И сказать, что... К сожалению, наши пути расходятся. Так, думаю, да. Да-да-да-да. Пока. Пока. Так. Ну, я буду реально надеяться, что сейчас... По идее, не должны эти вещи никуда пропасть. Так. Винтовка Гаусса микроядерная стреляет. И, блин, вот эту вот, наверное, возьму. С электронным или с электрическим зарядом. Которую, там, трехлучевую пока что тогда оставлю. Тем более, все равно она нам не особо подходит, как оказалось. Так. Хорошо. Сейчас я попробую опустошить свой инвентарчик. И мы тогда продолжим. Окей, я готов. В принципе, я надеюсь, мы теперь пойдем. Поехали. Мы... Да-да-да. Поехали. Ты сейчас? Да-да-да. Поехали. 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 Я думаю, что вы могли. Можем отправляться в зайон. Ничего выкладывать не пришло. Стоп. Сотню. Нам дали ограничения по весу в сотню. Так. Расскажи им коронавирус. Нам это немного дало, но все-таки дало. Ладно. Сейчас сделаем сотню. Все. Есть 95. Больше, в принципе, мне не нужно. Я думаю... Все. Поехали. Да-да-да. Опять. Бла-бла-бла. Можно отправляться. Вернемся не скоро. Да. Поехали. Ну, ладно. Поехали. У нас длинный дорогой перед нами. Наконец-то. 175 крышек. Мне заплатили. Е-е-е-е-е. Счастливые сердца. Поехали. 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 Он получил Граем в пищу, свет на огне, и поднялся в Гранд Канон. Люди говорят, что он даже не кричал на дороге. Не так давно, некоторые славы и трупы начали говорить. Они сказали, что Граем не умер. Не должно быть ни угроза. Все это говорило, что застал Саисер. Поэтому он не убегал кого-то, чтобы говорить его имя. Он хотел избавиться от Жошуа Граем из истории. Он получил его желание. Жошуа Граем исчезла. И в его место, появились легенды о Бернене, который ходит в пустыне. Наверное, просто герой герой истории. Но Нюканин был в пустыне за долгое время. Может быть, это коинцентство. Может быть, Малпейс Легат, он живет. Или может, Жошуа Граем украл из этого канон, и наконец обнаружил его путь обратно домой. Открыто достижение, когда вспоминали о Сионе. Хорошо, ребята. Было долгое время, но здесь мы. Зайон. Я знаю, что твои ноги болят. Я знаю, что ты болят. Но я нужна для всех, кто на трейл перед. Не трейл перед, не волнует меня, Джед. Эти трейл, которые мы сделали, через этот пустынный канон. Вверх вверх вверх. Не может быть, что мы вернемся от того, как мы пришли. А потом что? Господи, Стелла услышала тебя первое время. И в пятом году тоже. Новые канаонцы будут знать, что они не будут. А если они не будут, мы имеем в виду на моих друзей Пип-бой там. И я лолигагин. Пойдемте, и держите внимание на трейл. Извините, что ты с реальностью, старый дед. Так, я вижу, там кто-то уже нас ждет, наверное. Винтовка Гаусса у меня есть, костюм на мне одет. Тей, поехали. После, конечно, Дэдмани, да, после прошлого этого Дилси, здесь просто рай, солнце светит. Подожди, Аль. Я могу спрятать, что я слышал что-то перед. Ау! Мы попали в засаду. Воу, воу, воу. А, аборигены. Ух ты. Да там уже все умерли. Мимо. Мимо. Как-то мог промазать. Призывающий бурю. Эм, все что ли? Ребята, есть тут кто живой еще? Блин, видимо нету. Печально. Самогон, свежая груша. Груша со мной хоть поделится. Давайте глянем, что вообще произошло. Прибытие в Зайон. Дополнительно обойдите нападение бледных ног. Следуйте за Джедом. Бедный Джед. Так, гидра. Камера, металлическая ложка, обрез. Можно взять расчеты прибыли. Ничего интересного. Целебный порошок, стимулятор я возьму. Так, что у нас тут? Ножницы пусто. Так, очищенная вода, стимулятор. Так, лазерная винтовка. Мне кажется, можно было бы взять лазерную винтовку. Мы, если что, починить там сможем что-нибудь. Пистолет с подзарядкой. Все, больше здесь ничего мне не надо. Гильзы охотничьей винтовки. Ну окей, поехали. Куда нам? Я вижу, куда нам. Что, малыш, хочешь прыгнуть в обрыв? Отправляйтесь в долину Зайон. Дикие аборигены. Так, винтовочка. Что это? Медвежье ружье? Неинтересно. Кто нас тут не ждет? Кто нас тут не ждет? Кто нас тут не ждет? Ты какой-то случайный, дай мне сказать. Ты пришел из-за, не ты? Из цивилизованных землях. Wow. Joshua хочет услышать о том. Кто такой Джошуа? Джошуа Грэм. Он ведет нашу дружбу. Благодаря ему, мертвые лошади сильны. И защищены от наших врагов. Он хочет поговорить с любым, кто вступит от Сауфа. Я думаю, это значит только ты сейчас. Давай, я могу тебя к нему. Добрые сесты. Мы идем в то время. Джошуа в нашу дружбу в Кампе в Восточной Вирджинии. Делала вам способность хорошо сложенная куча камней. Пока ведомый милом является вашим напарником, нахождение мест в Зайоне, таких как станции рейнджеров, открывает ближайшие метки на карте и повышает восприятие. Плюс 3 восприятия на 3 минуты. Куда? Чего? Я что-то не понял. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, карта мира. Неплохо, знаете ли, неплохо. Много-много локаций. Блин, прикольно. Мне нравится, это реально. Хребет. Хребет. Так. Нам в пещеру ангела. Хорошо, потопали. Потопали ведомый милом. В бейсболке он смотрится, конечно, круто. Так. Наскальные рисунки. Давайте мы травку тут пособираем тоже обязательно. Мало ли вдруг пригодится. Давайте посмотрим, что было. Не смог залезть. Что было у этого товарища. Грязная вода. Противоядие из дурмана. Лечит яд. Я, по-моему, никогда еще с ядом как-то не парился. И противоядия у меня были там. Что человек пять, я с тобой не брал. Позвольте ближе к нам. Может быть, какие-то хорошие вещи, которые втягиваются. Бревно. О каком бревне ты говоришь? А, вот в этом, наверное. Вот это вот такое стрёмное бревно, на которое я... Да. Маис. Ну, прям вообще реально хорошие предметы. Ну, ладно, я еще понимаю, если бы я реально без вещей сюда попал бы, да, тогда... Еще может быть. А так. Квадратные какие-то горы. Реально квадратные. Хороший вид на реку. Что у нас тут нарисовано? Какие-то... Какие-то... Не знаю, с загребущими руками просто какие-то люди. Так. Врозь! Не двигайся, Ялгвай. Оу. Надо было стрелять, наверное, у него. Прям как чую, что надо было стрелять все-таки. Хух. Это было какой-то случай. Это такой же, только мертвый. А, это геккончик. Да, да. Не привыкся к этому, но... Ялгвайр, плентимин, как правило. Ты можешь взять путь вверх, если хочешь. Или идти вверх, вверх. Есть красивая вид, от того, что хлифа, если хочешь посмотреть. Хм. Так. Хребет. Предлагает нам... Да, можно здесь прямо пойти, а можно свернуть. Давайте свернем, посмотрим на отличный вид. Нет, мне здесь однозначно больше нравится, чем... В прошлом DLC, там, где было все такое... Нет, оно... В прошлом DLC, по-своему, было довольно-таки интересным. Своеобразным. Необычным. Да, здесь жгли костер, а потом на копоте рисовали. Прикольно. Так. Еще одна Невадская Агава. Оу, я вижу там самолет. Вперед вверх, 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 вверх. Сейчас мы посмотрим на вид на реку. Ну, конечно, да, чувствуется, что игре уже 10 лет. Ну, может, не 10, ладно. Ну, что... Да. Не один год уже игре. Так, мимо... О, он не умер? О, этот не умер. Фантастика прям какая-то. Хм, он реально стрёмный такой. Ау, 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 ой, что это было такое? Промазал. Что это было такое вообще? Я не понял. Так. Ау, ау, ау. Не знаю, надо, наверное, полечиться немного. Давайте посмотрим, что у них есть. Огненная бомба. Огненная бомба. Хм. Противоядие. Пистолет-пулемёт. Одежда бледных ног. Можно себе взять и таким, короче, бегать. Кожаная броня. Перчатка из богомола. Шашлык из белки. Ну, ничего особенного у них нет. Да что это такое? Ух ты же, ёлки-палки. Прям фантастика какая-то. Так, давай. Ага. Где кнопочки пип-боя я даже не вижу. Сейчас пусть всё. В кучку-то хотя бы в одну он соберётся. Более-менее хоть кнопочки видно. Так. Что у меня там есть? У меня есть целая гора. Целая гора каких-то там растений у меня было. Давайте я их сожру. Плод опунции. Вот у меня есть десяток плодов опунции. Чё-то меня штырит прям как-то. Ну, давайте посмотрим на эффекты. Может я статус способности. Так, статус эффекты. Броня-анклава. Плод опунции. Шлем-анклава. Яд. А-а-а. Это, короче, значит яд. Понятно. Значит, надо брать у этих ребят противоядие из дурмана. Тут где-то ещё один был. А, вон. Ух ты, ёлки-палки. Понятно. Нет у него ничего больше. Так. Помощь противоядие. Противоядие. А, я противоядие брал. Яд нейтрализован. Хорошо. Теперь, надеюсь, жизни будут восстанавливаться потихонечку. Потихонечку. Ну, ладно. Потопали дальше. Вот так, немного в обход пошли. Но. Встретили по дороге ребят и попробовали яд. Прикольно. Красиво, конечно. Ну, если не брать, да. Вот, что-то такие рубленые скалы. И как-то. В целом, в целом мне очень нравится. Симпатичненько. Ожил просто красками фоллаут. Так, хорошо. Прячем винтовку. Мы из-за брони медленно идем. И из-за винтовки еще медленно. Мне кажется, что делать какие-то действующие скалы. Не просто следовать. Так. Денис, наверное, прыгать не стоит пока что. У меня там есть еще эффект от этой. От опунции. 300 жизней надо восстановить. Говорит, что нужно смотреть по сторонам, а не просто идти. Вроде я ничего, никого не вижу интересного. Какие-то новые цветы. Корень дурмана. Можно, наверное, будет противоядие делать. Дурманище. Оу, привет. Крыска. Ой. Я забыл, что это не Battlefield. Но на упряжение стрелять нельзя. Ну, в смысле, не нужно. Можно, но не нужно. По шесть опыта. Все, вот она, все. Так, где-то там еще кто-то был. Вон. Крыска. Мертвые головы. Так, прошу прощения, меня немножко отвлекли. Телефон звонил, если, не знаю, слышали вы или не слышали. Слышно с микрофоном словом или не слышно, что происходит у меня за пределами моей комнаты. В общем, мы подходим ко входу в долину Зайон. И на этом, наверное, я, пожалуй, остановлю запись первой серии этого DLC. Так, хрустящий мутофрукт. Радиация плюс один. Биттер. Кто-то по нам стреляет где-то уже. Ууууу. Скорпиончик. Я промазал, наверное, да, опять? Просто разрывает всех, конечно, здесь мой гаусс. Хотя, не всех. Не всех. Окей, вход в долину Зайон. Зайон Нейшенал Парк. Вот эти вот отпечатки. Так, что у нас? Школа выживания. Можно попробовать что-нибудь приготовить. Глянем, что у нас тут. Так, надо пушечку убрать, а то много места занимает аптечка. Блин, грязной воды взял. Надо было не брать. Ммм, шляпа Рейнджера Парка. Симпатичная. Ну, наверное, не надо. Большая обгорелая книга. Так. Ничего. В прямом смысле. А этот туалет? Отличный туалет, конечно, блин. Фантастика просто. Вот, темный дурман. Что он делает? Требования к навыку выживания. Так. Сорок пять. Окей. Я могу слышеров наделать. Банановая Юка. Психостимулятор. Урон плюс двадцать пять. Сопротивление урона плюс двадцать пять. Ммм. В общем, ништяк такой. Я могу их сделать. Два. Давайте сделаем. Пусть будет. Все. Больше ничего мы сделать не можем. Окей. Ребята. На этом серию мы заканчиваем. Я с вами прощаюсь. Ровно до следующей серии. Которая я надеюсь, что все будет хорошо. И она выйдет завтра. Мы относительно быстренько пройдемся по этому DLC тоже. Как и в принципе прошлое. Мы довольно быстро прошли. Но это если все будет хорошо. Окей. Ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.